Всем привет на канале Удачма. Сегодня у нас с вами будет тема Палестины, а именно связанная с тем, что в последние дни многие новостные телеканалы обсуждают эту тему, муссируют и с разных сторон, пробуя ее на вкус с этой стороны, пробуя ее на вкус так. В общем, Организация Объединенных Наций большинством голосов приняла резолюцию о том, чтобы создать на Ближнем Востоке государство Палестина. Из 193 представителей стран ООН за это предложение проголосовали 143. И на прошлой неделе Испания, Ирландия и Норвегия официально признали Палестину государством. Естественно, это вызвало бурный ажиотаж, море негатива и опасений со стороны премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Он сказал, что таким образом Организация Объединенных Наций легализирует терроризм на Ближнем Востоке. Израиль с этим мириться не собирается, Израиль будет бороться с террором дальше. Сказать честно, с позиции не политолога, но с позиции экономиста, я выскажу опять-таки свое мнение, свою точку зрения на происходящие события там, на Ближнем Востоке. По моему мнению, почему Организация Объединенных Наций голосует за создание государства Палестина? Это не делается для того, чтобы создать вот этот форпост террора, для того, чтобы Хамас уничтожал израильские поселения на территории Израиля дальше. Это не делается для того, чтобы туда стекались все террористы мира и получая, как в Алькаеде, обучение, ехали по всем странам и уничтожали людей. Нет. Это, скорее всего, делается с целью наложения, в первую очередь, своих политических интересов на Ближний Восток. Ближний Восток это нефть, Ближний Восток это торговые пути, Ближний Восток это зоны влияния для многих западных стран, не имевших до сегодняшнего дня возможности расположить там свои какие-то, допустим, дипломатические представительства или какие-то, ну, скажем, фирмы, не знаю, фирма там по переработке того же пластика. Отправляется же из Германии ежегодно 35 тысяч тонн мусора пластикового в Юго-Восточную Азию. Для чего это отправляется? В Юго-Восточную Азию весь этот мусор сначала перерабатывается, потом из этого мусора делаются различные куртки, кроссовки, одежда, бытовые приборы, кухонная утварь, миски, чашки и так далее. Все это отправляется обратно сюда на запад, естественно, по сумасшедшим ценам. Может быть, с таких позиций смотрят многие западные политики на создание государства Палестина. Может быть, с другой позиции, с той, чтобы более четко контролировать перетекание денежных средств, финансовой помощи государству Палестина от различных всемирных организаций. От того же Красного Креста, например, или от тех же гуманитарных организаций, старающихся с одной стороны прислать туда продукты питания, воду, чтобы люди не умирали с голоду. С другой стороны, пряча под этими продуктами питания стингеры и гранатометы, передавать их организации ХАМАС. Может, все это делается именно для того, чтобы контролировать Ближний Восток силами многих миротворческих вот этих вот организаций. Если ООН, вся эта организация голосует за то, чтобы создать на Ближнем Востоке государство Палестина, значит, все обязанности, все ответственности ложатся на эту организацию. К сожалению, увы, давным-давно себя дискредитировавшую. Особенно рейтинг этой организации упал во время короны, когда она поддерживала бредовые идеи Всемирной Организации Здравоохранения по тотальной вакцинации всего населения Земли. Непонятно, какими вакцинами из этих вакцин люди до сих пор мучаются, многие даже поумирали. Если, возвращаемся к теме, если ООН голосует большинством голосов за создание государства Палестина, значит, меньшинство обязано, как культурное, как развитое общество, обязано с этим согласиться. Но нельзя заниматься попустительством. В противном отношении государство Израиль действительно будет подвергнуто серьезнейшей опасности, потому что в первую очередь Палестина получит огромнейшую военную помощь от Ирана. Иран просто спит и видит, чтобы уничтожить государство Израиль. Какое дело этому Ирану до Израиля, я вот не понимаю. Но сама Палестина, если и будет создано это государство, она просто обязана будет считаться с тем, что мировое сообщество поставит туда свои вот эти вот миротворческие отряды для контроля ситуации. Естественно, все это будет отстраиваться. Естественно, будут вливаться сумасшедшие финансовые средства в развитие экономики, в подъем вот эти репарации этой Палестины после массированных ударов Израиля. Ну, а вы скажете, да, а зачем Израиль бомбила? Зачем Палестина 7 октября прошлого года массированно бомбила своими ракетами Израиль? Ведь эти же деньги, которые получил Хамас от многих государств, от многих, допустим, вот этих мировых организаций на развитие инфраструктуры в секторе газа, на развитие экономики, на улучшение жизни, на строительство школ, детских садов и больниц. Это же деньги можно было потратить именно на вот это вот. Нет, они купили, закупали себе ракеты, они строили себе подземные тоннели, они устраивали себе военные коммуникации для того, чтобы в какой-то момент нанести Израилю удар ножом в спину. Что они и сделали. За это они сейчас расплачиваются. И не надо говорить, что я, к примеру, против Палестины, я за Израиль. Да, я за Израиль. В этом отношении, в этой ситуации я за того человека, за ту страну, на которую было совершено террористическое нападение. И один человек, вот, в общем, как раз по теме вот этого вот Палестины и Израиля, один человек мне высказал свой такой негатив, мол, типа, раз я такой шовинист или еще кто-то, мне бы свалить куда-нибудь обратно в Россию и сидеть там и не рыпаться. Вы знаете, я в последнее время перестал отвечать на комментарии, потому что, во-первых, почему я перестал отвечать на комментарии? Потому что это занимает время, потому что нужно перечитывать, пролистывать все эти комментарии, которые попадают на канал. И иногда у меня просто действительно не хватает времени, потому что с телефона это не сделаешь, с камеры это тем более не сделаешь. На компьютере, ну, есть иногда другие более важные моменты, более важные дела, поэтому я просто решил читать комментарии, не отвечая на них. Самые интересные, самые, которые вот цепляют, скажем так, за живое, за тематику разговора, те комментарии время от времени я буду озвучивать. Ну, вы не переживайте, я все ваши комментарии читаю. И к этому видео, если вы будете оставлять комментарии, пожалуйста, у меня к вам просьба. Вдумчиво, корректно, культурно, вежливо, без оскорблений, без унижений кого бы то ни было. Хайп у меня на канале или хейт у меня на канале не проходит. Я в одном из видео уже говорил, что это не первый мой видеопроект, не первый мой видеоканал на ютубе. Я уже достаточное количество лет нахожусь на ютубе, независимо от того, что этому каналу только 4 года. Я имею опыт общения с троллями, я имею опыт общения с хейтерами, я имею опыт общения с нормальными людьми и с неадекватными. Поэтому сэкономите свое собственное время для того, чтобы случайно не попасть со своим комментарием в бан, вернее в спам, или не отправиться в бан. Не забудьте, конечно же, подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, нажать на колокольчик, ну и оставайтесь нам здоровы. Дальше покажет ситуация, как будет все это развиваться в мире. В любом случае, если действительно это организация объединенных наций, принять резолюцию это одно, воплотить в жизнь это совершенно другое. Они будут стараться требовать от Израиля остановки всех боевых действий в секторе Газа. Но Израиль, с другой стороны можно понять и Израиль, мировое сообщество не хочет смотреть на это открытыми глазами, на то, что вот эти вот пособники Хамас или главари Хамас, они прячутся в детских садах, они прячутся в больницах. И когда Израиль бомбит больницу, в которой спряталось 20 или 30 террористов Хамас, главарей Хамас, именно курирующих всю вот эту вот организацию, мировое сообщество почему-то закрывает глаза на то, что вот это вот хамасовцы там спрятались. Мировое сообщество кричит, Израиль разбомбил больницу, Израиль разбомбил детский садик. Ну, прикрываться живым щитом в виде детей, женщин, больных людей, это тоже скотское отношение к людям, которые тебя окружают. Поэтому я считаю в этом отношении, что Израиль поступает так, как этого требуют законы военного времени. А именно сейчас там и существует военная ситуация, законы военного времени. И они подминают под себя некоторые свободы морали, устои морали, к которым мы все с вами привыкли. В общем, не забудьте подписаться на канал и всем удачи. А дальше посмотрим, как оно будет. Субтитры сделал DimaTorzok